Кратко суть сегодняшнего видоса. Для того, чтобы поменять муфту VVTi, поменять распредвалы, выставить зазоры на клапанах, совсем не обязательно снимать лобовину двигателя. Достаточно только снять крышку ГБЦ, до которой доступ очень простой, откинуть одну подушку от двигателя, чтобы мы могли его вверх-вниз шевелить и добраться до волшебной пробочки, через которую мы отожмем натяжитель. И все, по сути. Я позвонил в несколько СТО, и там мне везде говорили то, что обязательно надо делать большой объем работ, снимать лобовину. В одном даже сказали то, что надо нижнюю часть двигателя снимать зачем-то. Я так подозреваю то, что может быть это и нету злого умысла у них, может просто не знают люди, а может и хотят накрутить побольше работы, чтобы денежек побольше помаять с тебя. Вот таким вот образом я завел звездочки. Постойте, у меня двигатель 1NZ FE, на нем нужно поменять муфту VVTI. Можно у вас такое сделать? Да, можно. А вот скажите, это надо весь двигатель разбирать или как-то можно через крышку ГБЦ это сделать? Нет, там надо снимать, соответственно, поддон снимать, лобовину и может поменять. И поддон даже еще снимать надо, и лобовину. Ага. Вот это поворот! А по цене сколько это будет работа стоить? Там пора будет порядка 8000. Как выяснилось по итогу, все можно сделать намного проще. Времени надо на это один вечерок после работы. И какой инструмент, я тебе расскажу в конце видео. Далее видео отснятое в гараже с процессом самого ремонта. В принципе, поменять муфту VVTI и распредвалы можно без полной разборки двигателей. Вот такими струбцинками у меня держится цепь. Снизу есть вот такое вот отверстие. Откручивается оно вот таким вот 8-миллиметровым шестигранником. Так вот эта пробка выглядит. Через нее отверткой можно... Где там... Вон отвертка на натяжителе. Где-то сломанный натяжитель есть. Отвести вот этот вот взводник, или как его назвать. Потом монтажкой нажать на этот вот башмак. И цепь ослабляется. После чего снять звездочку выпускного вала. И снять муфту VVTI. Я совмещаю по меткам. Цепь ГРМ необходимо крутить до тех пор, пока оно не встанет на свои метки. Крутить надо долго. С этой стороны струбцинка просто держит. С этой стороны пришлось делать вот такое вот натяжение. Струбцинкой тоже зажимной. Чтобы все время натянута была цепь. Снизу отвертка расклиненная. Натяжитель, чтобы он постоянно был в спущенном состоянии. Цепь максимально вытянута до самого конца работы натяжителя. И в принципе все у меня получилось собрать. Вот таким вот образом я завел звездочки. Пришлось снять образ предвала. Это дать должное инженерам Тойоты, которые предусмотрели окошечко для натяжки гидронатяжителя. То есть этот ремонт по замене муфты, в принципе, я так думаю, конструктивно предусмотрен в этом автомобиле. Ну что, подведем итоги по инструменту, который понадобится для замены муфты VVTI. Завополучный. Ключик на 14. Открутить саму муфту от распредвала. Ключик 24. Держать распредвалы. Струбцинки 2. Держать цепь. Проволочка, чтобы струбцинку эту одну натянуть. Вороточек с головками 10-12. 12 нужны только на вот эти вот болты. Которые вот в этой постели распредвалов. Головкой 10 откручиваем сверху все болты крышки ГБЦ. Пассатижи нужны только для того, чтобы натянуть вот эту проволочку. Маленькая отверточка для натяжки, или как наоборот, для растяжки гидронатяжителя через вот это окошечко, которое расположено... Вот здесь на снятом двигателе хорошо видно. Вот здесь вот оно расположено. Через него мы гидронатяжитель, вот эту вот хернюшку пододвигаем, и он у нас расслабляется. Далее, монтажка, или какая-нибудь длинная херня, чтобы ее засунуть вот так вот, надавить на башмак гидронатяжителя и расслабить цепочку. Еще я взял вот такую вот штуку, банку, когда отвертка находится в этом положении. Подушку надо скручивать двигателе тоже, чтобы вверх поднять, добраться до этого окошечка. Я ее подложил под подушку, вот туда, в распор отвертки, и получилось, что она все время давила на натяжитель. И натяжитель можно было легко зажимать, цепочку расслаблять. Ну вот, ребята, в принципе, за такую работу в ствол возьмут огромное количество денег. Также нужен динамометрический ключ, чтобы все усилия затяжки на распредвале соблюсти. Это важно. Ну вот, ничего сложного. Все основные моменты я показал. Досконально весь ремонт я не стал снимать, но думаю, в этом нету толка. Видео это я делаю для драйва в основном. Если какие-то вопросы есть, пишите мне в драйве или на ютубе. Я постараюсь ответить на все вопросы. Также это видео можете показывать мотористам. Единственное, что может случиться в этом нехорошее, это то, что цепочка сорвется с ключа и упадет вниз. Тогда цепочка может упасть и перескочить. Но это довольно маловероятно, и надо быть довольно криворухим, так сказать, чтобы такое у вас случилось. Toyota управляй мечтой, чини без матов.